Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачко! В этом видео я, врач, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Расскажу вам, что будет, если вылечить гастрит быстро и неправильно. А также, на какие признаки нужно ориентироваться, обращать внимание, чтобы правильно вылечить хронический гастрит. Итак, напомню, что такое гастрит. Острый гастрит это острое воспаление слизистой оболочки желудка в ответ на однократное, либо кратковременное воздействие. А что же такое хронический гастрит? А хронический гастрит показывает, что его обладатель длительное время не знал, что делать, если у него есть желудок и как использовать желудок правильно. Иными словами, часто превращают организм в мусоросжигательный завод, употребляя несъедобные продукты питания и напитки. Возможно, вы не знаете, как правильно дышать, как правильно пить воду, как правильно лечиться. В любом случае, в организме могут накапливаться токсические вещества. А когда вы употребляете любую пищу, они из просвета кровеносной системы через слизистую оболочку желудка попадают в желудок. Раздражают слизистую и поддерживают хроническое воспаление. И несущественно вы кушаете горький перец, либо овсяную кашу, либо кисель из овсянки. В любом случае, любая пища, даже вода, попадая в желудок, обладает определенными сокогонными свойствами и проверяет ваши знания по здоровому образу жизни и сколько токсинов крови у вас накопилось. Как же вылечить гастрит? Нужно знать все пять основных признаков воспаления. Это тумор, рубор, долер, калер и функция лезер. Иными словами, если сказать по-русски, это всегда есть боль. И вы по ней ориентируетесь. У вас заболел желудок. И вы думаете, а что же такое изменить в своем образе жизни? И тут лень вас одолевает. Ищите, чем же быстро вылечить гастрит? И вот здесь предложений масса. Но! Если бы только боль была единственным признаком воспаления. Если врач-эндоскопист посмотрит в ваш желудок, он скажет, у вас там есть гиперемия, то есть покраснение слизистой, есть отечность слизистой. Если бы он смог потрогать пальчиками вашу слизистую, то он бы сказал, что она еще и теплая или горячая на ощупь. Иными словами, есть местное, локальное повышение температуры. Это еще три признака воспаления. А самый главный, пятый. Вот на него обращают внимание в последнюю очередь. А чаще вовсе не учитывают. Вас же тревожит только боль в области желудка. Связанная с едой. А пятый признак. Это функция желудка. При воспалительном процессе она всегда будет нарушена. И лечение должно учитывать ликвидацию всех пяти признаков воспаления. С восстановлением функции желудка. Как самым быстрым способом вылечить хронический гастрит? Аптека предлагает блокаторы протонной помпы. Что такое блокаторы протонной помпы? Это медикамент, который нарушает движение протонов. А это, напомню, основной источник энергии в организме человека. Как только снижается энергообеспечение обменных процессов слизистой оболочки желудка, воспалительный процесс естественным образом затухает. Но! Одновременно снижается и функция желудка. А желудок это один из основных органов системы пищеварения. Который обеспечивает правильное питание вашего организма. И не важно, что блокаторы протонной помпы действуют селективно только на слизистую оболочку желудка. Правильное питание нарушается во всем организме. Иными словами, меньше продуктов питания для обмена веществ получают ваша печень, сердце, почки, мозг. Потенция очень часто падает по той же причине. Голодный мужчина не должен размножаться. Потому что он не может оставить сильное потомство. Поэтому у блокаторов протонной помпы всегда есть еще один непременный спутник. Это ферментные препараты. И если вы готовы именно таким образом проводить лечение гастрита, это, как говорится, ваш выбор. Съели несъедобную пищу, получили обострение гастрита, подавили секрецию, приняли ферментные препараты. И продолжаете жить в том же русле. Если это ваш здоровый образ жизни, то это ваш здоровый образ жизни. Что можно найти в интернете из народных средств? Очень часто предлагают лекарственные растения, содержащие достаточно много дубильных веществ. Иными словами, кородуба, трава зверобоя, корневища колгана, либо кровохлебки, соплодия ольхи и другие похожие лекарственные растения. При приеме внутрь дубильные вещества при контакте со слизистой оболочкой желудка также подавляют воспалительный процесс. Не так агрессивно, как блокаторы протонной помпы. Но, если вы не сможете вовремя остановиться, вы можете попасть на атрофический процесс. Принимая настой, либо отвары, либо настойки с растениями, содержащими дубильные вещества, вы попадаете в комфортную зону. У вас желудок якобы не болит. А на самом деле вы идете в сторону атрофического гастрита, за которым следует рак желудка. Поэтому это быстрое лечение гастрита. Но не самое лучшее, потому что функция желудка будет страдать еще в большей степени, чем если вы используете официально признанную схему лечения. Еще более мягким действием обладает крахмал. Часто пьют картофельный сок, морковный сок в разных комбинациях. Крахмал также обладает мягким вяжущим действием. И точно так же подавляет секрецию желудочного сока, нарушая переваривание пищи. Более мягким действием обладает слизь, семян, льна. Но это, я бы сказал, достаточно пассивное лечение. Потому что желудок болеть будет меньше. А функцию желудка настой семян льна не восстанавливает. Но если вы приготовили методом нагревания, то синильная кислота еще быстрее погасит воспалительный процесс. И желудок перестанет болеть. Но опять-таки движение в сторону атрофического гастрита никто не отменял. Поэтому такие народные средства использовать, конечно же, можно. Они дают кратковременный эффект. Но вылечить гастрит у вас вряд ли получится. А что же делать? Как же разорвать патологическую цепочку? Иными словами, уменьшить контакт токсинов со слизистой оболочкой желудка. Нужно правильно провести детоксикацию. И одно из средств, которые я могу предложить вам. Это мягкая такая растворимая клетчатка. Называется Fiber Boost. Она может разорвать патологическую цепочку. И связать часть токсинов в просвете кишечника. Иными словами, вы можете еще на первых этапах не так агрессивно изменять свою систему питания. И самое главное, расклад продуктов. В данном случае вы получите результат. Но я бы советовал все-таки не превращать организм в мусоросжигательный завод. И наряду с клетчаткой все-таки вмести коррективы в свой образ жизни. В свою систему питания и расклад продуктов. Что еще вы обычно получаете при неправильном лечении гастритом? Нарушается переваривание пищи. И она достается патогенным представителям паразита, фауны, кишечника. А будут размножаться на вашей непереваренной в желудке пищей. Возбудители бактериальных, грибковых инфекций, глистных, паразитарных инвазий. Не имеют принципиального значения. Каждый из них выделяет свои порции токсинов в кровь. И может поддерживать гастрит. Поэтому, для того, чтобы вылечить гастрит правильно и достаточно быстро, не нарушив работу желудка, я бы советовал комбинировать клетчатку и пробиотик 12. В нем содержится 12 штаммов полезных микроорганизмов, которых чаще всего в пищеварительной системе не хватает. Конкурентно вытесняя патогенную микрофлору, размножаясь на клетчатке, вы получите более быстрое лечение дисбактериоза. Иными словами, уменьшится вздутие, живота, урчание. И ваш гастрит со временем перестанет вас тревожить. Потому что не будет раздражителей, которые могут попадать к слизистой оболочке желудка с каждым приемом пищи. Безусловно, подавить патогенную микрофлору можно антибиотиками, а можно использовать гриб рейши. Прекрасный экстракт, который также позволяет отрегулировать микрофлору кишечника. И такой небольшой набор продуктов позволяет вылечить гастрит хронический достаточно быстро и правильно. То есть без осложнений. Не подавляя секрецию желудочного сока. А я бы советовал женщинам в возрасте от 30 лет, мужчинам от 40-50 лет использовать в лечении гастрита как раз средство, стимулирующее секрецию желудочного сока. Чаще всего в эти возрастные периоды секреция начинает снижаться. И переваривание пищи вместе с ней. И для того, чтобы поддерживать секреторную способность желудка на достаточно высоком уровне, я могу вам посоветовать различные питьевые гели на основе алоэ. Алоэ прекрасный стимулятор секреции желудочного сока. Более того, если вы некоторое время неправильно проводили лечение гастрита и использовали те или похожие средства народной медицины либо официальной медицины, то секрецию желудочного сока не просто нужно усиливать, нужно восстанавливать слизистую оболочку желудка. Алоэ обладает прекрасными биогенными свойствами. Чем интересен этот алоэ? И чем он отличается от алоэ в других компаниях? У него есть такой интересный значок института Фрезениус. Это институт, который занимается искусственной почкой. Гемодиализом. И дает значок тем продуктам, которые не нарушают работу почек. Напомню, что некоторые биологически активные вещества из сока алоэ выделяясь через почки как раз могут нарушать работу почек и приводить к необходимости запастись с таким небольшим капиталом в размере 100-150 тысяч долларов. Это столько стоит пересадка одной бывшего употребления почки сегодня. Сколько она будет стоить в перспективе, я не знаю. Но если вы хотите лечиться правильно и безопасно для своего здоровья, с пользой для своей жизни, ищите такой значок на тех продуктах, которые вы употребляете. Я имею в виду продуктах, содержащих гели алоэ. А эта компания предлагает разные продукты, которые можно использовать для улучшения работы желудка и улучшения работы пищеварительной системы, чтобы вылечить гастрит с различной сопутствующей патологией. Неважно, у вас уже появились боль в суставах, и вам нужно одновременно вылечить артроз, или у вас есть остеопороз, или у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой, с нервной системой, с работой печени. Можно подобрать индивидуальную схему, для того, чтобы быстрее вылечить не только ваш желудок, но и создать более комфортные условия для работы вашего организма. Которые вы сможете использовать в других видах деятельности. Ну а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. Но напомню напоследок, что если пища у вас не переваривается в желудке, то вряд ли она переварится и дальше в пищеварительной системе. Иными словами, как минимум появляется вздутие живота, урчание. Начинают отходить газы, несущественно с запахом или без. В любом случае это показывает, что в пищеварительной системе у вас беспорядок. Параллельно у вас может появиться неприятный запах от рта, от тела. Это тоже следствие того, что процессы в пищеварительной системе происходят не самым лучшим образом. Может начаться выпадение волос, может ухудшиться состояние ногтей, состояние кожи. Несущественно какая система пострадает. Но важно всегда начинать от правильного питания. Несущественно какой марки у вас автомобиль, какой его возраст, в любой самый лучший автомобиль поместите в бензобак. Или в систему питания. Возможно он воспитается от электричества, либо дровами, либо углем. Либо на газу. Любое топливо несвойственное для этого автомобиля. И это груда металла, стекла, пластмассы, возможно кожи. Но это бесполезная груда, которая не способна правильно перемещаться в окружающей среде. Примерно то же происходит с организмом, когда вы не знаете, как правильно питаться. И использовать как минимум начальный отдел пищеварительной системы. Я имею ввиду желудок. Где стартуют основные процессы переваривания пищи. Но если вы хотите жить лучше и дольше, контакты вы видите, обращайтесь. Есть скидки на консультации, они не будут постоянными. Но если вы готовы с этими продуктами начинать улучшать свое здоровье, я готов вам в этом помочь. Вот на этой позитивной ноте я это видео все-таки буду заканчивать. Если вам нужны больше информации, вы видите мои контакты. Если вам эта информация понравилась, можете поставить на это видео лайк, можете сделать репост. Тут, как говорится, выбор ваш. Ну а, что я напишу в следующем видео, размещу на своем канале, подписчики моего канала увидят. Если вы еще не подписчик канала, советую вам подписаться. Более 800 полезного видео на канале есть, которые можно использовать любому и каждому для своего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram.